После горького опыта в Богодухове в прошлом году, когда школьники сразу семи учебных заведений массово заразились дизентерией в столовых, контролирующие органы особо тщательно проверяют безопасность детского питания. Первыми печальными находками в школьных пищеблоках уже в этом году отметился Великобурлукский район. В трёх столовых там не оказалось документов о качестве продуктов, а персонал кухонь работал без санитарных книжек. Проверки продолжаются, в прокуратуре рапортуют. Нарушения уже обнаружили в Харьковском и Дергачевском районах. Встановлена отсутствие информации про поставщиков продуктов харчевания, частично отсутствие сертификатов качества на окремые продукты харчевания. Кроме того, не выполнялись нормы харчевания за окремыми видами продуктов. В этом детском саду, в посёлке Васищево, детей поили просроченным молоком. Во время проверки контролирующие органы обнаружили пять пакетов испорченного продукта. Ещё на восемь не оказалось сертификатов качества. Журналистов в дошкольном заведении уверяют, никаких нарушений у них не было. Мы детей хорошо кормим. У нас всё в порядке. Я не знаю, кто вам дал такую информацию. У нас нормальный постачальник продуктов питания. Однако на просьбу показать столовую, в которой кормят детей, женщина закрывает перед журналистами дверь. Нет, я без разрешения вас никуда не пущу. Спустя несколько минут заведующая возвращается, пытается выгнать представителей СМИ с территории детского сада. Пойдёмте, я вас провожу. А потом и вовсе, вопреки закону, препятствуют съёмке. Я снимать не разрешаю. Извините. Подождите, но вы не можете нам запрещать снимать. Нет, я не уверена, кто вы и что вы. Я же вам показала удостоверение. Ну и что, что ваше удостоверение. Нет, а мы тоже не уверены, кто вы. Вы даже не представили с вами. Пожалуйста, удалитесь из детского сада. Нет, мы когда снимем то, что надо. Посторонним, ход запрещен. Так и не дождавшись объяснения от руководства детсада, журналисты отправляются в другие проштрафившиеся учебные заведения. В этом лице и в Дергачах директора представителям СМИ приходится буквально догонять. Извините, сейчас я занят. У нас всё в порядке, всё у нас есть. Проблем у нас нет, все дети питаются. Всё нормально. Вы извините, просто меня вызвали там. В столовой лицея журналистов встречают радушно, показывают документы, тоже уверяют, нарушений у них нет и не было. Обязательно все есть. Могу вам даже показать. Я без этого не радусь. Когда привозят, график поставки, санкнижки. Через время возле лицея появляются сотрудники районной администрации. Уверяю, за последнее время проверок прокуратуры в учебных заведениях района вообще не было. Да и нарушения безопасности питания в школьных столовых для них нонсенс. Я считаю, что это полная клевета. В школах есть все копии, пакеты документов, необходимые для того, чтобы школы безболезненно принимали продукцию, знали о ее качестве, о сроках ее изготовления, датах ее конечного использования. Отмахиваются от любых обвинений в нарушении правил безопасности питания школьников и в этом лицее в Пивденном. Там рассказывают, во время проверки растерялись, но все документы в итоге нашли. Говорю, как есть. В нервозной обстановке она просто в тот момент, когда она без произвреждения, понимаете, человек в тот момент не нашел то, что нужно. Когда это все прошло и все успокоились, все документы нашлись. Правда, неразборчиво, вот это вот есть такой момент, что неразборчиво пишут. А вообще все сертификаты были, и документы постачальники, и все было нормально. Однако в прокуратуре объясняют, и в Дергачевском, и в Пивденном лицее были и проверки, и нарушения. То, что сейчас все сертификаты качества и документы от поставщиков в порядке, результат выговоров руководству. Но на момент ревизии большая часть необходимой документации отсутствовала, а значит, детей подвергали опасности, причем сознательно. Правоохранители говорят, подобные нарушения исправить легко. Руководители учебных заведений пока отделались дисциплинарной ответственностью. Мария Жийкова, Алексей Калмык, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».